Здравствуйте, меня зовут Михаил Хлебодаров, я представляю службу технической поддержки компании EFT Group, и мы продолжаем с вами изучать EFT Field Survey. Сегодня мы рассмотрим с вами возможность работы в режиме статика. Запускаем программное обеспечение EFT Field Survey, и для начала рассмотрим, как запустить статику с контроллера на нашем приемнике. Приемник у нас EFT M3+. Для того, чтобы работать в режиме статики, вам не требуется специально создавать проект, вам достаточно просто подключиться к вашему приемнику и уже в специальном приложении запустить статику. Для этого мы просто воспользуемся быстрым подключением, просто нажимаем «Подключить устройство». Проверим серийный номер нашего приемника, он на обратной стороне у нас указан всегда. И выберем его из списка сопряженных устройств. Если его нет, добавим его при помощи поиска и подтвердим. Подключение. Соединяемся. Все, мы соединились с нашим приемником, видим, что спутники у нас отслеживаются, режим работы автономный. Для записи статических наблюдений мы должны перейти с вами на вкладку «Приемник», и здесь есть специальный раздел, который называется «Статика». Заходим в него, и для настройки статических данных, для того, чтобы начать запись, выбираем «Настройки статики». Переходим в экран с выбором и настройки параметров. Значит, первое, что мы с вами настраиваем, это интервал записи. С какой частотой будут писаться данные. Частоту вы можете выбрать в зависимости от модели вашего приемника, какая поддерживается на вашем устройстве максимально. Максимальная, например, частота записи на приемнике FTM 3+, это 10 Гц, то есть 10 раз в секунду. Мы, допустим, выберем стандартную, вариант записи 1 секунда, то есть 1 Гц. Будем писать статику с такой частотой данных. Внизу, если обратите внимание, мелким текстом написано, что Linux файл может записываться только с частотой не более 1 Гц. У приемника есть опция записи автоматических данных сырых в формате Ринекс, статических данных в формате Ринекс. Но частота записи ограничена частотой 1 Гц, то есть не более частой, чем 1 Гц. То есть если вы пишете 5 Гц или 10 Гц статику, то вам придется ее в дальнейшем сконвертировать. Если требуется частота до 1 Гц, то, пожалуйста, без проблем можно скачивать после записи данных статику сразу же в формате Ринекс, если вы делаете обработку, например, в стороннем программном обеспечении. Для того, чтобы включить, кстати говоря, опцию записи Ринекса, вам нужно в настройках приемника, то есть на вкладке приемники, приемник, зайти в пункты «Другие» и перейти в настройки приемника. Здесь вы должны будете сделать активной галочку «Ринекс», то есть для того, чтобы приемник мог автоматически сохранять сырые данные, как в своем собственном формате, так и в формате Ринекс, и не забыть нажать кнопку «Установить», чтобы эти параметры были применены. У нас сейчас запись Ринекса включена. Переходим в раздел «Сстатики», возвращаемся к настройкам, выбираем интервал, интервал установим 1 Гц, то есть 1 секунда. Дальше у нас идет имя файла, имя файла вы даете самостоятельно, можно использовать символы кириллицы или латинский алфавит. Забили название файла, это может быть короткое какое-то название, либо название пункта, на котором вы делаете наблюдение. Дальше идет выбор высоты вихи, то есть высота установки нашего приемника над точкой. Если вы устанавливаете приемник на биподе с вихой, то это будет виха, и вы фактически указываете расстояние от наконечника вихи до места крепления вашего приемника. Если вы делаете измерение при помощи штатива, то есть устанавливаете приемник на штатив, дальше триггер с адаптером, в этом случае в установках параметра антенны вы должны будете выбрать метод измерения высоты. То есть помимо вихи вам доступен также метод выбора высоты вертикальная, когда вы меряете при помощи специальной измерительной пластины вниз от приемника до основания, на котором вы располагаете штатив с приемником, или наклонная, вид высоты при измерении от измерительной пластины до центра пункта, над которым установлен ваш приемник. Мы выберем сейчас с вами, например, вариант наклонная. И видим, что у нас вид измерения высоты поменялся на наклонную. Дальше у нас идет параметр маски возвышения, который мы устанавливаем в зависимости от местности и условий наблюдения спутников на небосводе. Оставим маску 10 градусов. И также у вас есть возможность еще установить продолжительность записи сеанса статики, если вы переведете приемник из текущего режима, например, или ровер, или база, как он у вас был настроен, в режим статики непосредственно. В этом случае вы сможете задать продолжительность. Для этого вы должны сначала поставить галочку «Установить продолжительность в часах», а также внизу поставить пункт «Включить галочку статика». При выборе интервала записи у вас появляются целые часовые интервалы до 5 часов. Если вы хотите записать статику с интервалом записи в интервале записи полчаса, в этом случае вам нужно будет ввести дробную часть, то есть 0,5, то есть соответствующую по получасовому интервалу записи статических данных. Для начала записи, для того, чтобы приемник начал писать статику, внизу есть кнопка «Старт». Нажимаем ее. Статика. Интервал записи. 1. Старт записи. Приемник сообщил о том, что он переключился в режим набора статических данных, то есть сообщил, что он перешел в режим статики, а также сообщил о том, что интервал записи будет 1 секунда. И сообщением «Старт записи» он нам подтвердил то, что сейчас приемник начал записывать статические данные. По индикации на самом приемнике вы можете увидеть, что запись статических данных идет. Это моргающий индикатор шкалы приема сигнала. Как только, соответственно, он начинает моргать, причем частота моргания данного индикатора соответствует интервалу записи. Запись идет, а также вы можете увидеть на экране название вашего файла и продолжительность сеанса, который у вас начинает идти. Как только, соответственно, вы запишите сеанс необходимый по времени, вы можете, либо он завершится автоматически, если вы устанавливали продолжительность вручную записи, либо вы можете завершить его вручную самостоятельно, нажав кнопку «Стоп». Ну и сейчас завершим просто сеанс. Остановка записи. Нажимаем кнопку «Стоп». И как проверить то, что запись данных действительно произошла. Отмечаю сразу, что статические данные пишутся во всех наших моделях приемника только во внутреннюю память, то есть независимо от того, каким приемником вы пользуетесь, всегда статика пишется только во внутреннюю память приемника. Перекачать данные статических наблюдений с приемника вы можете при помощи кабеля, который идет в комплекте с оборудованием, при помощи специального интерфейса, в данном случае это USB-C, или перекачать данные также можно напрямую на контроллер, которым вы управляете съемкой, но для этого вы должны быть подключены к приемнику по Wi-Fi. То есть через Wi-Fi вы сможете перекачать данные с вашего контроллера, ну и с вашего приемника на контроллер, и потом, допустим, отправить их сразу же в офис. Для просмотра данных статических вы должны выйти из настройки статики и зайти в управление данными статики и найти свой файл. Здесь они будут скомпонованы по дате записи. Всегда последние файлы, которые были записаны, они в конце списка присутствуют. И для, собственно, передачи данных вы должны будете выделить файл и нажать кнопку «Скачать». Файл будет скачен в контроллер автоматически. Также очистка памяти производится при помощи контроллера. То есть для очистки внутренней памяти приемника вы должны выделить точно так же файл существующий и нажать кнопку «Удалить» и подтвердить удаление, нажав кнопку «Ок». Также вы можете очистить память внутреннего приемника от статических данных полностью, нажав кнопку «Формат». Данные будут удалены полностью, и память будет очищена полностью. В дальнейшем статические данные, которые вы записали на вашем приемнике, вам необходимо будет обработать уже в программном обеспечении. Это может быть программное обеспечение EFT Post Processing или программное обеспечение сторонних производителей. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте в своих комментариях предложения для съемки новых видеоуроков и встретимся в следующий раз. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok